Разработка беспилотных автомобилей компании КАМАЗ продолжается. Благодаря проектам Казанского федерального университета в сфере беспилотного транспорта проект является уникальным. Порядка 30 минут без спутниковых систем наш КАМАЗ будет двигаться по дорогам. Он будет определять подстилающую поверхность, какая у него будет определять, где у него там кочки, что у него там происходит. Будет двигаться, будет сам строить свою цифровую карту, по которой он двигается. В конце концов, будет ее передавать другим КАМАЗам, которые идут за ним, или другим беспилотникам. То есть это такая, ну, это платформа фактически, вот, которую мы вместе с КАМАЗом развиваем. Ни одна из компаний-конкурентов, среди которых Mercedes, Volvo и Tesla не используют подобные радары, способные следовать дорогу. Volvo и КАМАЗ ведут разработки беспилотного транспорта для работы на закрытых площадках. Но для техники зарубежной компании необходимо дополнительное оснащение места работы, а продукт КАМАЗа сразу готов к работе без дополнительных условий. Система навигации КАМАЗа основана на уже существующих технологиях. Казанским федеральным университетом была создана система навигации внутри замкнутых пространств. Для закрытых территорий, таких как карьеры и заводские территории, такая система подходит лучше всего. К нами сейчас совместно с ПАО КАМАЗ разрабатывается автомобильный терминал, в котором совмещена прецизионная система спутниковой навигации, которая при этом не требует базовых станций, так называемых станций дифференциальных поправок, станций точных поправок. Совмещенная с нашей системой инерциальная навигация и при этом общая себестоимость этого терминала планируется не превышать 250 долларов. Это, конечно, абсолютно беспрецедентная цена, но она именно и позволяет нам удовлетворить нашим экономическим характеристикам. Юридическая основа не позволяет использовать беспилотный транспорт на дорогах. На закрытых территориях это возможно, поскольку ответственность несет предприятие. Руководство предприятия защищает свою ответственность перед сотрудниками введением в страхование сотрудников и предупреждением их. То есть, условно говоря, везде ставятся таблички, машина сама оснащается большим количеством как раз световозвращающих элементов, световой сигнализацией. Также КАМАЗ занимается разработкой автоматизированной сельскохозяйственной техники. Она относится к классу как раз тех разработок, которые сейчас ведутся. То есть, в разработках на 2019 год, как раз первый проект, который сейчас будет реализовываться совместно с Ростельмашем, это как раз автоматизация сельскохозяйственной техники. То есть, это много функциональных комбайнов. Разработки КФУ и КАМАЗа в автоматизации и навигации техники являются не только уникальными, но и с низкой себестоимостью. Система автоматизации для компаний для обычных грузовиков будет стоить 200 тысяч рублей на 100 автомобилей, а на сельскохозяйственную технику, в которой необходимо автоматизировать больше процессов, миллион рублей. Низкая себестоимость сложилась благодаря тому, что в проекте используются разработки Казанского федерального университета по космической навигации. Артем Тупичкин, Универньюз.